Всем привет! Сегодня у меня для вас распаковка посылочек с Валберес. Как всегда будет интересно, ссылочки на все найдете в описании. Первое, с чего мне хочется начать, у меня лежат 4 посылки. В кадре сразу 4, да потому что все это заказал в одном магазине на Валберес. Магазин AirCode. У них была колоссальная распродажа в Черную Пятницу. Естественно, не смогла пройти мимо. У меня здесь 4 различных продукта. Давайте посмотрим по очереди. Первое, что у нас здесь идет, скраб антицеллюлитный с послами ананас и манго. Объем 250 миллилитров. Приехало вот так вот все запаковано. И вот что хочется отметить, все продукты нормально, но вот здесь Валберес выделился. И зачем-то вот надо было эту этикетку наклеить прямо на описание товара. Зачем они так делают, вообще непонятно. Но это не вина продавца. Это вот Валберес сам по себе такой. Первой посылке у нас лежит вот такая вот баночка. Все приехало в пупырки, хорошо запаковано. Внутри вот таким образом ананас манго антицеллюлитный с маслами. Внутри еще запечатано. Я думала, больше не будет запечатано. Ой, как вкусно пахнет. Знаете, чем пахнет? Пахнет соком мультифрукт. И выглядит это все вот таким вот образом. Сразу большое количество масел, можно увлажнить кожу. И давайте посмотрим, залезем в текстуру. Вот такая вот она густая. Хорошие частички скрабирующие, но на самом деле, я думала, он плотный, жесткий. Данный скрабик моментально тает в руках. Прям стал такой легкий, невесомый. Очень мне нравится аромат, консистенция. Буду пользоваться с удовольствием. Ой, пошла, помыла руки. Руки пахнут просто замечательно. Очень вкусный, сладкий. Прям ягодно-фруктовый аромат. И да, я не голословно на самом деле. Между пальцами пока растирала, скраб очень быстро тает. Становится более мягким и податливым. Что тут входит у нас? Масло косточек манго. Эстракт ананаса. Обладает мощно регенирующим, восстановивающим эффектом. Увлажняет, избавляет кожу. Там много всего написано. Если вам интересно, можете поставить на паузу. Но вообще, меня привлек состав данного продукта. Очень хороший состав. Большое количество масел. Масло ши, кокоса, оливы. Давайте посмотрим второй продукт. Здесь у меня идет твердый крем-баттер для тела, увлажняющий с маслами. Объемчик 200 мл. Тоже все запаковано в пупырку. Кокосы, масло ши. Масло ши, кокосы и медаля глубоко питают, увлажняют, смягчают, разглаживают и так далее. Тоже много положительных свойств написано. Состав вот такой вот. На самом деле, объем 200 мл. Это очень много. У меня, как правило, они долго тратят. И этого хватит на продолжительное время. Ой, какой он густой. Обалденный аромат. Вкусно пахнет. Ой, пахнет мороженым. Мне лично пахнет мороженым. Вот такой вот он густой. Но при соприкосновении с кожей, прям моментально тает и превращается в маслицу. Увлажняющий хороший кремик моментально питает и впитывает. Очень хорошо распределился. Посмотрите, уже практически ничего не осталось. У меня кожа, рук очень сухая. Поэтому на нее, когда что-то наносишь, такое супер увлажняющее, жирное, очень быстро все это впитывает. Сразу видно, насколько хорошо увлажняет продукт или нет. В данном случае все мне нравится. Буду пользоваться, тестировать. Если вам интересно будет, про какой-либо из этих продуктов спрашивайте, когда протестирую, скажу более подробно. Вот здесь заклеили. В данном случае у меня должен быть еще один скрабик, только с другим ароматом. Что тут у нас? Скраб антицеллюлитный с маслами кокос и миндаль. Тоже бренд AirCode. Объем 250 миллилитров. Выглядит вот таким образом. Отличается по цвету от предыдущего, но не отличается объемом и баночкой в целом. Масло олива в сочетании с скорлупой грецкого ореха, морской соль, витамином Е. Отлично очищает, насыщает кожу полезными микрометами. Глубоко увлажняет, способствует менять раздражений. Вот такой вот состав. Соль на первом месте. Дальше идут у нас масла и много хороших полезных свойств. Тоже внутри все хорошенечко запечатано. Ой, как вкусно пахнет. Почему-то для меня это пахнет то ли овсяным, то ли имбирным печеньем. Здесь у нас кокос-миндаль. Очень вкусно пахнет. Обалденный аромат. И в данном случае уже структура другая. Более рассыпчатая. Но просто я это занесла чуть-чуть пораньше. И посмотрите. Я его начинаю трогать. Мои сухие руки моментально становятся увлажненными. Все потому, что он моментально тает. Гранулы мелкодисперсные. Очень хорошо распределяются. Обалденный аромат. Вкусно пахнет. Не царапает кожу. Нравится мне, как работает. Хочется нюхать и нюхать. На самом деле вкусненько пахнет. И я буквально немножко взяла. А уже на довольно-таки хороший участок все это распределила. Потому что я взяла прям вот такую вот граммулечку примерно. Будет очень экономный. Сейчас смою и сразу скажу вам эффект после использования. Смыла скрабик с рук. Кожа очень мягкая, приятная. Прям такая хочется трогать. В первом случае было все то же самое. Забыла вам об этом сказать. И аромат также остался на коже. Очень вкусно, приятно пахнет. То самое интересное. Я смывала руки при помощи мыла. И даже мыло не смогло осушить мою кожу до скрипа. Хорошо питает, увлажняет. Пока мне все нравится. Крем-спрей для волос. Несмываемый. Легкая расчесанная. 16 в 1. Кокосовое молоко. Кукурузный. Объемчик 200 мл. Интересно, где у него верх-низ? Угадала, не угадала? Угадала. Как много тут всего написано. Я уже вижу. Такая же этикеточка, как была на коробке. И что туда обещает? Придает живой и здоровый вид. Дает блеск и упругость. Облегчает расчесывание. Распутывает. Упрощает укладку. Глубоко увлажняет. Препятает потери влаги. Сажает ломкость. Пушистость. Очень широкий профиль у данного спрея. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Я обязательно протестирую все эти продукты. И если вдруг я не получу какого-либо результата. Или какой-то будет негативный эффект. Обязательно расскажу вам об этом. Но если я ничего не досняла, значит мне все понравилось. Продукты классные. Они реально работают и смело можете заказывать. Ой, обалденный вкусный аромат. Прям пахнет дорогим салоном уходом. И да, вам не показала. Внутри все это выглядит вот таким образом. Белого цвета продукт. Кремовый. Как он распределяется. Ой, распределяется вообще замечательно. Посмотрите, легкой дымкой все это распределяется. Не плюется. Будет пользоваться очень-очень удобно и комфортно. Просто большинство моих продуктов, которыми я пользуюсь, вот таких вот именно, они плюются. Нажимаешь на дозатор и там вылетает прям такой шматок. А в данном случае хорошо распределяет. И не нужно каких-то предварительных танцев с бубнами. Потому что обычно, когда они плюются, я наношу на ладошку, распределяю по ладошке и потом уже наношу на волосы. В данном случае ничего такого не нужно. Можно сразу распределять на кончики волос, на длину и пользоваться с удовольствием. В целом, мне пока все нравится. Повторяю, если вы не увидите продолжение о чем-то негативном, значит продукты классные. Смело бегите, заказывайте и пользуйтесь с удовольствием. Следующая моя покупочка. Я на самом деле не совсем знаю, что здесь, потому что на самой упаковке ничего не написано. Но я так подозреваю, здесь у меня должен быть чай. Если это так, то значит я угадала. Да, здесь на самом деле чай. Рассказываю предысторию. Пошла в пятерочку, хотела купить чай Greenfield, именно Earl Grey. И обнаружила то, что у него цена там практически 600 рублей за 100 пакетиков. Я даже обалдела, потому что в последний раз, когда я покупала данный чай, он стоил чуть больше 300 рублей. И я, конечно же, его не стала брать в пятерочки. Подумала, поищу на Валберис Азон. И если там дешевле, то закажу на маркетплейсе. У кого же было мое удивление, когда я заглянула на Валберис, я обнаружила, что данная пачка чай на Валберис стоит всего лишь 329 рублей. Конечно же, я заказала на Валберис, подождала пару дней, и вот она ко мне приехала. Из минусов это то, что я вижу, упаковка немножко порванная, но чуть-чуть не критично. В целом мне нравится. Вроде сроки годности неплохие, да, сроки годности хорошие. Цена ниже. По вкусу, думаю, ничем не хуже тех, которые продаются в магазине. Единственное минус, наверное, это то, что если вы заказываете продукты, сразу нужно оплачивать и отказаться от них нельзя будет потом. Поэтому если вы обнаружите на пункте выдачи то, что к вам пришел просроченный товар, то, скорее всего, там будет только возврат по браку, и то я не знаю, возможно ли будет сделать возврат. В данном случае, как бы, нужно уточнить. Но я не побоялась, думаю, чай, что с ним будет, заказала, и, в принципе, мне все нравится. Мой любимый чай, всегда его покупаю, и если вы еще так не пробовали, то тоже вам советую. Следующая моя покупочка это полотенце-салфетка. Кто как назовет, вот так вот Света приехала ко мне запакована, что-то написано. Плототенце, вообще непонятно, не по-русски как-то здесь написано. Но ладно, цена у него была крайне бюджетная, поэтому я решила его себе заказать. Вот так вот выглядит полотенчик. У нас подобное уже было, когда Вика была маленькая. Когда только родилась, я помню, вот такое полотенчик нам кто-то подарил. Горлышко его туда засовывало, и вот она, если кушал, все у нее оставалось здесь. У нас, конечно, были еще слюнявчики, но вот этот ей нравился больше всего по своему составу. В этот раз наткнулась, увидела, навеяла мне это доброе воспоминание и решила заказать. В целом, сделано вроде как неплохо. Какая-то ерунда тут валяется, конечно, мусор, но все равно перед использованием буду стирать. Есть вот такая петелечка здесь, какая-то уплотнительная штука. Сама по себе салфетка мягкая. Камера вам искажает цвет. У нее цвет более зеленый, чем камера показывает. Такой нежный, красивый, а у вас какой-то бирюзовый. Надеюсь, цветокоррекции получится воссоздать реальный цвет. Но если нет, то сильно меня не ругайте. Далее, следующее, что я купила, это межзубные ершики. Набора 40 штук. Размер 0,7 мм. Вот так вот все это приехало запаковано. Заказывала на Вайлдберрис. Замучилась я в последнее время зубы чистить себе ниткой обычной, потому что вечно что-то застрянет, то мясо, то еще что-нибудь. И решила посмотреть, есть ли на Вайлдберрис что-то подобное. Вернее, решила посмотреть, сколько это там стоит. Поняла, что это недорого, в принципе, и заказала. Еще я ими не пользовалась. Надеюсь, они хорошие, хорошо работают. Вот так вот выглядят. Упаковка, в принципе, удобная. Есть где хранить. Также можно взять с собой, так как есть колпачок. Вот такие супер-пупер тоненькие, маленькие. Надеюсь, будут хорошо прочищать. Прям ершики такие. Вот с такой вот ручкой. Можно сделать вот таким образом, удлинить. В целом, мне пока нравится. Пересчитывать я их не буду. Если вам интересно, спрашивайте. Я посчитаю для вас уже за кадром. Напишу в комментариях, соответствует ли количество заявленному. Но в целом, мне кажется, соответствует. Вот, можете даже поставить на паузу. Считать, если хотите. Далее, следующая моя покупочка. Перед тем, как пить БАДы, витамины, вообще что-либо подобное, консультируйтесь со специалистами. Я все это делаю по консультации с врачом. Покупаю себе подобное. Никого не призываю. Поступать так же и заказывать себе бездумно. Это приехало ко мне за покон. Просто я уже вскрыла, посмотрела, как внутри. В данном случае у меня коллаген с витамином С. Вот такая вот огромная банка. 210 грамм, 15% бесплатно. У данного коллагена хороший состав. Мне понравился. Но сразу, еще раз повторяю, консультируйтесь со специалистами. Не занимайтесь самолечением. Можете поставить на паузу, тоже почитать, что сюда входит, какие компоненты, зачем, почему. И вот таким образом все это выглядит внутри. Пока банку туда-сюда переворачивала, у меня уже даже высыпался коллаген немножечко. Коллаген я пью курсами от 3 до 6 месяцев. Бывает даже до года. Потом чуть-чуть делаю перерыв и опять продолжаю пить. Замечательно помогает коллаген улучшать кожу, волосы. И в целом на суставы хорошо воздействует. Но тоже не все коллагены. Не знаю, как будет в данном случае. Некоторые очень хорошие, а некоторые как плацебо не помогают. Поэтому тут я еще не знаю эффекта данного коллагена. Не могу рекомендовать, если, говорит, хороший он или плохой. По вкусу приятный, я уже его пробовала. В целом по составу вроде тоже неплохой. Но так ли это на самом деле, буду проверять, тестировать. Если интересно, спрашиваете. Но самолечением не занимайтесь. Предпоследняя моя покупочка. Купила я для сына рубашку. Вот так вот она мне пришла запакована. Рубашка детская, цвет светло-синий. Размер 29. Крайне надеюсь, что он в него влезет. Потому что там это был единственный размер. И я очень боюсь, что я сейчас распакую. И она, кажется, ему в итоге мала. Вот такая вот рубашка. Приехала хорошо запакована. Один пакет, второй пакет. Также какие-то ленточки. Что-то здесь еще. Много всякого всего. В целом, вроде она должна быть неплохая. Стоила она 800 рублей, по-моему, данная рубашечка. Странно замотали здесь. Непонятно, как, что, зачем. А вот, разобралась. Вот так вот выглядит данная рубашка. Манжеты. Две пуговки. Впереди обычная воротник-стоечка. Размер 116. Рост 80% хлопок. 20% полиэстер. Также имеется дополнительная пуговка, я вижу. Сделана хорошо. Мне нравится. Приятная ткань. Хлопковая. Все строчки ровные. Я подобную рубашку у нас в магазинах видела намного дороже. Смотрю с данным рубашком, возможно, перезакажу и куплю на размер побольше, когда они там у них появятся. Если вы ищете, тоже рекомендую. В целом, мне нравится, как шито, как сделано. Ткань приятная, хлопковая. Сзади все это выглядит вот таким образом. Обычная, прямая. Если у меня сын согласился наснять, то вы сейчас, скорее всего, увидите, как это выглядит на нем. Ну и последняя посылочка. У меня вот такая вот огромная здесь коробка. И внутри у меня должно быть мусорное ведро. Сейчас я его открою и покажу уже, как это выглядит без коробки. Открыла коробку, а внутри вот такое маленькое ведро. Ведро малышка. Я почему-то думала, что там ведро будет чуть-чуть больше, потому что коробка была где-то вот настолько длиннее, шире. И я думала, ну и ведро соответствующее. Думаю, туда запихали, прям впритык. А нет. Коробку сделали намного больше, чем есть само ведро. В целом, ведро неплохое, как бы, ну, для мусора пойдет. Но, конечно, есть вот эти недостатки, нюансы. Если вам такое не подходит, то лучше, конечно, не заказывайте. Вот, как бы, вот эти вот зазубрины. Вот так вот она выглядит, этикеточка. Снизу у нас тоже какие-то неровности. Нет, забираю свои слова обратно. Какая-то странная корзина. Я, конечно, назад ее возвращать не буду. Под мусор поставлю, пусть стоит. Но, в целом, как бы, ну, видите сами, да? Дно неровное. Она стоит неустойчиво. Плюс еще какие-то вот эти косяки. Ладно, если бы я вот на это уже могла бы не обращать внимания. Но вот на это, как бы, ну, такое нельзя отправлять, мне кажется. И все-таки это должно считаться браком. Цена у нее была, конечно, небольшая. Но даже за такую цену я бы вам ее не рекомендовала. На этом у меня все. Ссылочки вы найдете в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.